Ну, что еще осталось? Мы же, все-таки, юзик, мы действительно не можем пускать какие-то резонансные события года. Ну, не того более, скажем, когда место у нас в концертной сессии. Вот, например, такое резонансное событие «Выбор по Украине». Ну, оно, собственно, для нас, для России, это резонансно. Это событие сделали, конечно, не украинцы, а федеральные телеканалы. Они как с цепи до нас сорвались. Ну, не то, чтобы Порошенко там так любили, а идеологов, знаешь, дико раздражал сам фонд, что там на самом деле народ выбирает. Кого это другое дело, но кого хочет, то выбирает. А вот, я сейчас не о политике совершенно, я скорее об эстетике, о историке, о жестах. И вот, очень наглядная разница в сюжете 124, пожалуйста. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинске и в бой. Женщины, которые не заштал вас, всего человека, и вас, и вас приглашаю. Ну, все это, конечно, жест. И это, мы все прекрасно понимаем, предвыборная кампания, в первую очередь, шоу, тихо или инаугурация. Ну, надо понравиться или вторая, то это вообще понятно. Вот дело, как они известны, ну, здесь, во всем случае, живенько получается. Ну, можно сказать, клоун-рада, в каком смысле, наверное, клоун-рада. Ну, Зеленского, ну, конечно, там многие называют клоуном. Вот, а теперь другая, кажется, не смотрим. Вот, и кто это едет по оменно-твой Москве? Змей Гаврилович? Причем, может, это просто смотрят в первый канал, где-то брошно. Вот, легко можете себе представить, эти кадры, например, в фильме Марка Захарова «Убить дракона». Вот, и, ну, действительно, круто снято, да? И бывшие граждане. И бывшие. Вот, ну, художественные, короче, жесты с обеих сторон. Один Владимир любит дешевую мукулярность, другой очень дорогостоящий. Ну, а номер-то не о монете, дело о том, какому из братских народов какие нравятся президентские приколы. Итак, номер называется «Анекдоты про новочек». Дело было выходной. Встретились тринадцать и решили обсудить иноугурацию. Все висклили на скамейке, так как трое было их, русские высказали пейку скромно выпить на троих. «Ес», — сказал американец, украинец, мол, так, русский вытащил бутылку, и стаканы, не бардак, а серьезная беседа здесь назначена была. Тут не выпивка с соседом, пить не станешь из горла. Русский вдруг сказал полкова, «Вот же, блин, Генрёдовош, это долганное слово сразу хрен произнесет. И нау, ура, и на, объясните мне, и на, на охренах нужна она». Без нее жила неплохо наша гордая страна. Сэр из штата Бердовийский, он самый умный нас, и ответил по-английски «very interesting вопрос». Со своей, скажу, позицией, это «history tradition», перед нацией «nation» должен на inauguration президент сказать свой спич. Или мы его импичем. Он же на пастуне вечер. Я на ваш ответил, позиций. Из предложенной бутылки Украине спеть не стал. Он не миростый горит, удалился, достал, накатил, убрал обратно. И промолвил. Вероятно, как и мы, хотели бы, чтобы был бы честный выбор. Хочешь Петю, хочешь Вову, а не ту же Вову снова. Я люблю свой видный край, кого хочешь выбирай, критикуй, долбил, иллюстрируй, или и науку убиви. Ну и шо, шо снова Вова, русский веселый ответ. Вова это не фигурно, Вова правит 20 лет. Этих инаугураций он штук пять уже прошел. Без тимонности считаться, ну четыре, хорошо. Посмотреть на это стоит. Мчит кортеж москвой, пусть стоит. Сразу видно, он один. Над страною господин. А у вас какой-то клоун, шел по городу пешком. Расскажите-то, кто? Я назвал бы дураком. Селфи, фотки, чмоки, чмоки, рот в улыбке души. Глупых шуточек потоки. Нужно гнать вас за шеи. И вообще у вас фортесты. А у вас пропагандисты. А у вас вообще Донбасс. Мы туда не звали вас. Если что-то, нас там нет. Нифига себе ответ. Крым, зачем вы нас украли? Всех тогда позабирали. Убирается поскорее. А у вас гарант, явли. Кто явлей? Зеленский, Вова, сами выбрали на кого? Ухр пошевели у Саня. Ключевое слово Саня. Вот скажи мне честно, ты бы мог сделать такой выбор? У тебя же по сути выбор, Путин или Путин. А из камень, и пацан, Рева или Лустяк, президентом мог бы стать русский? Как тебе сказать? Объясните фашисту. Что-то там у вас нечисто. Как-то все не по-любски, можно стопнуть от тоски. Хочешь, выходи на площадь, выноси любой плакат. А у нас намного проще. Если вышел, значит град. И у нас, кстати, все четко. Там решетка, там решетка. Кольно всех претензий нету. Так ведь зоопарк же это, украинеца забил. Ты вообще свой мозг тропил? Скорых продолжался жаркий, не прервал привычку пить. В цирке или в зоопарке лучше родину любить. На арену не охота, не могу о ней мечтать. Там же надо наработать, кувыркаться и считать. Ездить на велосипеде, прыгать в облачь из огня. И в трекло ходить, как ледит. Если можно, без меня. То ли дело в зоопарке. Леди дарят вам подарки. То конфету, то банан. А у наших обезьян, жизнь вообще идет нетрудно. Можно тратиться приютно. Мясо тырят, это да. Но не все и не всегда. Все мы в зоопарке рады, что работать тут не надо. И замерите, мужчина вдруг сказал. Да ваша мать, не изменить ваша шина и умом вас не понять. Извините за придирки. В зоопарке или в цирке вы живете как давно. Не поверьте, все равно я живу себе, как все, в городочке Ушасе. Из Монтаны до Невады цирка нет и не надо. Дети разведут соплей, так везу их в Тюссалей. Зоопарка нет и клево. Вот собака, вот корова. Мне смешно смотреть на вас. Ежедневно держит кровь на власть вас. Держит за животных. Шагу сделать не моги. Вы, похоже, с ней враги. Так себе и нам иврите. Просто переизберите. Им печте, люстрируйте. Не инаугурируйте. Пусть ведущий на ток-шоу крикнет. Ведь мои people go. Впрочем, ваш народ идет с песнями, без вашей. Куда власть его пошлешь? На и подальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова